Что нельзя делать в русской бане? Русская баня, не только залог здоровья, но и хорошего настроения, но лишь в том случае, если соблюдать определенные правила поведения. В противном случае можно вместо хорошего времяпрепровождения получить конфликт, и хорошо, если он не выйдет за пределы помывочного заведения. Если вы в первый раз пришли в любую баню, обязательно постарайтесь быть вежливым с обслуживающим персоналом и с банщиками, особенно. Не стоит сразу же переходить на ты и фамильярничать, сделать это можно лишь после долгого знакомства, и то если банщик не против. В противном случае лучше соблюсти нейтралитет и обращаться на вы. Нельзя создавать препятствия работе персонала, в том числе во время уборки помещений. Если вы пришли в баню к друзьям, нужно тоже быть вежливым. Ни в коем случае не критикуйте качество пара, возможно, вы можете истопить деревенскую баньку лучше, кто спорит. В следующий раз продемонстрируйте собственное мастерство, а пока с благодарностью принимайте то, что есть. Баня начинается с раздевалки, и в том случае, если она не оборудована кабинками, не стоит раскидывать личные вещи по всему помещению. Это может вызвать недовольство незнакомых людей, особенно если вы находитесь в общественной бане. Если вы ненароком уронили на пол чужие вещи, извинитесь перед человеком и помогите ему их подобрать. Если вам выскажут недовольство, промолчите или отшутитесь. Не следует собственной оплошностью портить посещение бани и себе и другим. Если места для ваших вещей нет, вежливо просите других подвинуться. Общее правило поведения в моечной и в парной – не ругаться, не материться, громко не кричать, не толкаться, не бегать и не брызгать на других людей водой, мыльной пеной и тем паче кипятком. Следует быть осторожным, на намыленном полу легко поскользнуться, дотрагиваться до других людей в месте, где все без одежды, как минимум, невежливо, и как максимум, может вызвать протест и даже подозрения. В общественную баню принято приходить со своими вещами, мочалками, шампунями и вениками. Просить поделиться шампунем или каким-нибудь бальзамом можно лишь у самых близких родственников и друзей. Просить чужих людей о подобной услуге не принято. Мыло и мочалка в любом случае должны быть свои, этого требуют элементарные правила гигиены. То же самое можно сказать и про веник. Каждый покупает свой, и отдать или попросить веник друг у друга могут только самые близкие люди, например, отец и сын. Неприемлемые просьбы потереть спинку, обращенные к незнакомым или малознакомым людям. Нельзя мыть ноги и бриться в банном тазике, для таких целей нужно принести с собой свой собственный таз. Заходить в парную следует, предварительно вымывшись с мылом, но волосы при этом должны остаться сухими. На голову следует надеть банную шапочку, которая сохранит ее от перегрева. В сауну насухо вытирают все тело. Входить и выходить из парной следует расторопно, чтобы не выпустить пар. Если вы открыли дверь, а другой человек в этот момент хочет выйти из парной, нужно уступить ему очередность, ведь в парной жарко, и человеку может быть нехорошо. Следует дать ему возможность выскочить с жары в более прохладное помещение. Если место, на котором вы бы хотели разместиться, уже занято, следует занять свободное место и подождать, пока нужно освободиться. Не стоит через голову лезть на верхний полок, тем более, если это ваш первый заход в парную. Сначала нагрейтесь на нижних полках. Внутри парной не стоит пользоваться пахучими косметическими средствами, особенно это касается девушек, и пачкающимися средствами, например, овсянкой, потому что рядом с вами могут оказаться аллергики или астматики, а средства вроде глины или овсянки трудно отмыть от скамеек. Не принято поддавать на каменку свои отвары, по той же самой причине. Если баня деревенская, то применять отвары и другие средства следует только после всеобщего согласия. Если вы замачиваете в кипятке веник, делайте это осторожно, не брызгайте кипятком на окружающих, а вот попросить другого, пусть даже и незнакомого человека, попарить вас с веником банный этикет вполне допускает. Однако допускается отказ, тот, кого вы попросили, может быть в бане в первый раз, и корить его за это не надо. В деревенской бане среди друзей отказ не принимается, даже если опыта нет, следует взять веник, и предупредив о неопытности, попробовать попарить другого человека. Если вы нечаянно задели соседа веником, следует извиниться. Если вы в общественной сауне, не следует экспериментировать с температурой, другие люди это могут не приветствовать. Если в общей бане есть бассейн, то окунаться в него следует только после душа, в котором вы смоете пот, листья, отвар или косметическое средство. Нельзя долго занимать душевую кабину, а воду следует выключать каждый раз, когда заканчиваете мыться. Не стоит, разбежавшись, прыгать в бассейн. Во-первых, можно поскользнуться, а во-вторых, вода из бассейна может попасть на незнакомых вам людей. В общественной бане не стоит в перерывах между заходами в парную курить в раздевалке, выпивать и громко общаться, мешая другим. В своей собственной бане или в бане друзей подобные вещи стоит оговорить заранее, чтобы не было сюрпризов. В общественной бане не принято стирать одежду. В общем, следует помнить, что вокруг люди, у людей могут быть свои интересы и свои предпочтения, и не стоит портить настроение ни себе, ни другим. Ну а после бани не забудьте сказать своим друзьям сакраментальное, с легким паром. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.